итак дорогие друзья мы продолжаем развивать тему разработки программного обеспечения на python oop работаем сергеем осачем тех кто открыл с этого видео значится школа python jango начинать надо с сайта spb тире тут точка ру новички могут посмотреть этот урок просто чтоб понять но потом уже заниматься потому что вам еще очень много надо пройти начало пайта но много чего сделать все это в школе есть и так сереж я давайте посмотрим что сделал сергей вот за последнее время мы движемся медленно уверенно то есть вырабатываем стержень разработки программного обеспечения и ради чего это видео было написано сейчас принципе я ему предложил современные приложения сегодня у нас цифровая экономика и все старается собраться воедино в единые центры ну вот мы взяли мини вариант вот я вижу он взял бензоколонки сеть ресторанов и оптовые базы да чтобы собрать в единый центр и вот вопрос да ребят ребята школы вот я дальше буду говорить вы тоже все это проделываете кстати я тоже ребят это проделываю все вспоминаю закрепляю только за сергеем все при проверяю а так смысл такой я говорю он превращает в код только так можно учиться методы в абстрактном классе должны что-нибудь реализовывать потому что в нэте одни пишут что нет другие что можно найти можно как правильно понять серёж значит я думал думал и придумал как вам помочь у вас должно быть строго свое мнение да я тогда не заметил что в принципе тогда я говорю вот этот код не пойдет но потом я уже прочитал извините меня что вы показывали вы правильно понимаете абстрактные классы где вы тут делали я видел да все верно то есть вот абстрактный класс далее погнали расписывать и применять его ко всем то есть смысл ловили то есть смысл ловили теперь сразу запишите домашнее задание сразу записывайте я себе тоже его помечаю серёж вот смотрите вы здесь рассказали абстрактный класс для новичков я уже сразу буду пояснять то есть абстрактный класс должен реализовать хотя бы один метод где мы описываем нечто общее для всех вот он написал допустим класс машины да карпас и далее пошел уже создавать там стиральные машины автомобили и так далее дальше я вижу реализация экземпляра класса вызов метода то что ну все правильно теперь серёж запишите домашнее задание смотрите вот в данном коде да мы видим что однозначно метод реализовывается на сто процентов а теперь серёжа запишите интерфейс разберите и я что хочу увидеть какую разницу если в абстрактном классе метод реализуется жестко то в интерфейсе проверяется только само действие вот я хочу чтобы вы показали интерфейс и абстрактный класс пусть очень просто покажите как сделать но чтобы вот эту изюминку я увидел и четко пропишите и ребята увидели да что здесь реализуется метод а там реализует само действие вот это от вас требуется теперь давайте искать ответ на ваш вопрос нужно ли реализовывать методы в абстрактном классе или можно не реализовывать ну я предлагаю вот что сделать вы знаете сейчас вот я эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ на ней блок можно делать сразу вот с нуля но я нашел библиотеку где парень реализовал блок давайте вот я хочу чтоб вы натолкнулись на мысль да и сами ответили себе на вопросы сейчас по крайней мере приняли решение так потом я панда с вам еще я вам кучу заданий дам сейчас потому что я вижу что вы пробуксовываете конкретно в начале да пока в голове собрать как начать писать этот код начнем секунду я приостановлю а вот блок парень реализовывал и вот смотрите как он сделал так вот вам подсказка сереж чтобы вы четко свое мнение сложили на гитхабе куча библиотек если в библиотеке которым по три-четыре года то . четко там увидите как делают люди книги не читайте в этом случае потому что в книгах будут писать домыслы вам надо готовые приложения так вот как сделал парень блок да смотрите он конкретно создал файл абстракт да и вот смотрим поехали сначала да вот он первый блок пейдж блок индекс пейдж абстракт то есть по сути дела здесь все если брать вот эту в октайлю чтобы вы меня сереж понимали здесь все наследуется от класса пейдж от класса страница да так вот здесь он так вот здесь он наследование от пейдж и указал только мета да то есть по сути дела что это будет в любом случае всегда называться страница индексная и то что это абстрактный класс указал да далее а а вот смотрите категории вот как он реализовывает категории он реализовывает от уже базового класса джанга не от в октайль да ну сам принцип и далее он продумал а что должно быть точно уже в категориях по сути дела в категориях в любых какие бы не создавали категории имя должно быть вот он сразу реализует то есть модель charfield указывает имя категории указывает длину то есть указывает то что она уникальна далее в категории слуг нужен нужен далее в категории вот здесь у него реализована дочерние категории да дочерние категории здесь он уже ссылается сразу на поле далее указывает что это может быть не заполнена да далее указывает related name то есть автоматическая обработка children и help text далее он указывает обязательный параметр delete да то есть удалять каскадом и описание смотрите дальше сереж вот соображайте далее он уклад указывает класс метод ну то что это абстрактный класс далее он указывает сортировку которую я мог бы изменить да далее опять verbose name далее вот сейчас чтоб вы понимали сейчас я просто то что все будет класс я не сомневаюсь так я тут похоже допустил ошибку сейчас некогда исправлять хотел показать как это выглядит ну сейчас придется поправить наверное да надо было мне мета мета либо указать либо вообще его убрать поле не может быть пустым так ладно я просто чтоб вы представляли о чем идет речь то есть вот категории его я смотрел да то есть по сути дела вот он указал панель вот это вот панель да которую он указал вот это и есть панель но он все это все это вбил так секунду я тут много чего заготовил сейчас чтоб не запутаться то есть он указал панели далее указал что должно быть строку и обратите внимание важные вещи я к чему говорю что он пособирал все что ему надо далее он очистку полей валидацию да форум все сделал далее он прописал автозаполнение то есть я надеюсь вы уже ответили на свой вопрос по сути дела вот говорю вот человек писал категорию да но более расширено то есть он сложил себе вот все что ему что во всех категориях будет однозначно и реализовал уже в абстрактном классе чтоб потом только дописывать далее страница тоже абстрактный класс и далее тоже теги дальше то есть джанго таги да здесь используется тоже реализовал да related name ну кроме этого видите ну в общем я дальше не буду сейчас разбираться это это первый вариант смотрите то есть итак ответ на ваш вопрос я надеюсь вы уже нашли теперь еще домашнее задание самостоятельно найдите пусть там 4-5 библиотек готовых да то есть которые уже написаны которым по 4-5 лет по 3 и посмотрите как там реализовано а идеи я вам сейчас дам чтобы вы начали писать следующий момент более сложный посмотрим более сложный посмотрим это джанго самого да ну сережа сразу говорю сюда мы пока не смотрим потому что здесь все очень сильно профессионально но сам принцип я хотел бы уловить потому что вторая часть видео будет касаться это у нас чтоб вы ориентировали джанго вы уже знакомы джанго дб модель то есть вот базовый файл вот как в джанго они реализовали так 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 мы сейчас я понял на что хочу обратить внимание секунду джанго джанго они реализовали тут сложно тут сразу идет метакласс и проверка на тип да то есть по сути дела по сути дела не то не то сейчас секунду сейчас я скажу что хотел сказать то есть смотрите то есть смотрите как они сделали нам далеко до этого пока не будем трогать мы метаклассы да то есть базовая модель у них класс типе то есть в любой класс относится к какому-то типу далее реализован метода пошли и а однозначно однозначно учитан абстракт да абстракт и дальше пошли просто прописка всех методов но я бы хотел сейчас вас кроме абстрактного класса с этим вы разобрали что в принципе если есть общее то есть смысл реализовать иначе зачем создавать абстрактный класс но опять же ставить вопрос что обязательно обязательно вот надо и все это то же самое что сказать вот зимой надо одевать рукавицы ну а если оттепель то какие рукавицы то есть по сути дела логические мысли то создавайте создавайте по другому в принципе иначе зачем его создавать но я хотел сейчас чтобы вы начали писать вот наш код я бы хотел чтобы вы прошли и так смотрите это это у нас 399 строка но чтобы все таки вернемся может вот как джанго да таблицы реализованы то есть базовая модель которая как раз таки и реализует как мы видим все методы которые только возможно и невозможно в джанго вот методы 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 создания полей создания и методы всего создания а потом мы возвращаемся на 399 и далее мы видим что уже в модели наследуется от мета класса модель базы да далее далее уже пошли тоже более конкретные действия но сейчас пока мы это оставим вот я хочу чтобы вы себе взяли один метод для себя взяли запишите его себе вот смотрите это я вам сейчас покажу и в пандас и в джанго когда вам очень сложно начать и вы не знаете как это сделать в питону в голове крутятся мысли и вы понимаете что вы могли бы сделать по-своему вот как реализуют люди в этот момент создают класс которым видите скобок нету то есть мы не наследуем ничего мы создаем просто объект в объекте вот здесь у них прописано базы данных нет далее добавить добавление да истина и дальше кэш да указан и сейчас вот давайте я вам еще кое-что покажу я открыл вот пандас которую библиотеку да я вам чтоб вы просто сообразили да потом дам домашние задания так секунду пристановлю сейчас теперь смотрите вы шпан доскачали вот здесь есть коры то есть ядро и в принципе мы можем легко теперь понять ну как вообще вот вот здесь написано как написано сереж и я вас попрошу отдать две три недели не бегом покопайтесь в библиотеках сейчас вам не надо понимать код я все дам сейчас что вам надо изучить да чтобы начать писать уже то что вы чтобы собрать голове что мы повторим сейчас но покопайтесь вам надо смысл смысл сейчас уловить так вот и вот смотрите насколько разные подходы джан мы мы смотрели парня который более простой код рисовал абстрактные классы мы смотрели джанга где в принципе то что я вам говорил да ну вы помните что промытаете назад там джанга они сами прописывали объект когда я обращал внимание что нет типа да только после двоеточия и название класса типа нет они создавали этот объект сами потому что им так нужно было иначе а как прописать а так четко объект относился к базам данных а вот панда среализована совершенно иным путем обратите внимание файл панда скорой базы пай вот как создается пандас объект то есть мы видим dir name mixing то есть по сути дела на миксинах я сейчас записал и дам вам домашнее задание потому что как раз очень хорошо я что взглянул пандас и это вас очень сильно сейчас спасет в начале разработки а теперь давайте проследим путь вот нам надо файл значит акс ну акс короче импорт я его открыл вот он и здесь в принципе вот этот файл этот миксинг и здесь мы смотрим тоже вот обратите внимание здесь нету скобок что наследуется от базового типа python они сами понимают что им надо сделать а пандас ведь имеет определенные функции библиотека которая выводит собирает всю таблицу и они что делают они создают объект базовый да далее прописывают методы добавление создание да далее создание папок далее то есть все довольно простой код сейчас интересно еще покажу а вот файли data types generic то есть они приравнивают да классы и конкретно указывают то что они будут генерировать какие типы будут генерироваться да по сути дела по сути дела то есть сами действия теперь сереж давайте тут вы огромный молодец итак сразу у меня вопрос методы абстрактном классе должны что-нибудь реализовывать ну вот мы самое простое посмотрели блок вот я думаю что вы сделали свои выводы то есть всегда вы должны опираться на код запомните гитхаб там целое состояние кодов так здесь понятно то что начали делать именно с проектированием это важно это архиважно важно я знаю что вы переписали теперь что нам вот конгломерат простой пока ваш это я тоже вижу о так теперь ну для людей которые для ребят школы или которые интересуются значит у нас идет курс разработки программного обеспечения но таким образом чтобы участник делал сам сам потихонечку на своем опыте выкристаллизовывал все это что надо подтягивать я только направляю так вот Сережа в данном случае была задача организовать абстрактный класс то есть собрать все что нужно в современных требованиях то есть собрать все это в единую базу создать абстрактный класс да дальше на будущее потом будет у нас реализация веб через сервер реализация каких-то частей через мобильное приложение в общем грубо говоря получится масштабируемое приложение но мы сейчас пока в самом начале Сереж я понял во что вы уперлись значит сейчас следующим шагом что желательно сделать ну давайте пробовать грубо говоря в абстрактном классе вот как я показывал блоге это будет попроще реализовать эти классы полностью да а вот каким образом реализовать мы сейчас с вами еще поговорим реализовать теперь какой еще момент сейчас надо написать сначала псевдокод это грубо говоря словами описать отдельный от абстрактного класса то есть жизнь ресторана жизнь АЗС жизнь оптовой базы сначала описать словами это будет называться псевдокод и попробовать дорисовать дорисовать да то есть то что должно происходить здесь же есть в этой программе комментарии вы можете как комментарии спокойно это вставлять то есть что происходить а потом уже поделить это на конкретные методы постарайтесь пока чтобы не запутаться делать так одно действие один метод а вот сама реализация в виде чего вы будете это все реализовывать вот здесь я вам хочу предложить пока изучить несколько вариантов первый вариант вспоминайте вы вам надо научиться применять множество наследования вы с этим знакомы но сейчас надо повторить и вот вам домашнее задание что такое множество наследования напишите и разберите записывайте а я сейчас покажу смысл вот смотрите вот у нас есть код по сути дела это код курсов чтобы было понятно чтобы было понятно ну вот допустим у нас идет создание курса да но при этом мы видим в аргументах очень много вещей это и есть множество наследования по сути дела по сути дела по сути дела зачем нам это нужно вот смотрите вот обратим внимание на вот эту вещь овнер курс эдит миксин сейчас мы коснемся миксинов с вами это то для вашей разработки смотрите смотрите то есть у нас может быть сколько угодно реализовано классов но вверху над этими классами мы например а написали выборку да почем выбирать класс здесь идет выборка по полям там объект заголовок описания дальше куда перенаправить и дальше указан шаблон но если вы обратили внимание то здесь у нас два в аргументах овнер курсе миксин и овнер эдит миксин так вот смотрим свою очередь смотрите овнер курсе миксин включает овнер миксин и логин рекулет миксин то есть теперь по порядку уже человеческим языком смотрите чтобы нам много раз не заморачиваться мы берем пропис ну я просто понимали прописали овнер миксин то есть грубо говоря где бы не был пользователь выбирается пользователь по логину да удобно удобно прописали один раз всего просто показываю смысл множество наследований в python теперь когда мы вставили берем овнер курсе курс миксин он уже наследует выборку по пользователю и вход обязательно по логину паролю то есть отлично и теперь когда мы вставляем овнер курсе миксин где мы там были по поле креат по-моему ага дальше смотрим сейчас секундочку дальше смотрите дальше что интересно овнер курса edit миксин то есть редактирование включает овнер курса миксин и овнер edit миксин и смотрим овнер edit миксин это работа с формами а далее мы с вами рассматривать что включает пользователя и когда мы уже смотрим курса креата вив да создание курса то он включает только овнер курса edit миксин а мы с вами до этого смотрели что вот этот вот овнер курса edit миксин уже до этого включает в себя кучу вещей то есть выборка по пользователю проверку форум ну вот здесь более простой код да то есть сообразили сообразили по сути дела я хочу чтобы вы это начали использовать практически потому что я понимаю что вот здесь сложность так вот начните сначала еще раз повторите и разберитесь множественное наследование когда вы свою схему распишите на методы постарайтесь вы сможете делать больше классов больше классов если вы уже мы уже работаем с классами классы имеют методы все правильно но вас никто не ограничивает в ресторан тот же ресторан да тот же ресторан и так же АЗС прописывать там кучу методов ведь вы можете смотрите смотрите вот здесь я понимаю у вас начинаются трудности с началом написания то есть выбором методики да вы класс сделали значит пишем что дальше делать дальше нам надо сделать следующие вещи первая вещь это псевдокод то есть у нас получается у нас получается схема есть и вы определили я вижу как закрытые методы закрытые методы да абстрактный класс передает дальше я надеюсь что вы уже определились будут у вас что-то делать методы абстрактного класса или нет дал я задание у вас вы помните да домашнее задание перечисляем вот здесь показать еще простым простым вещами разницу между абстрактным классом классом и интерфейсом при этом я вам подсказал что абстрактный класс жестко реализует методы интерфейс только проверяю вспоминайте пульт телевизора пульт телевизора переключает на пятый канал но идет там россия или другое другая передача интерфейс не проверяет его дело переключить я не знаю будете вы использовать интерфейс но возможно где-то придется значит псевдокод псевдокод это вам надо описать методы жизни вот этих объектов словами откуда будут методы из логики то есть сотрудники доставка меню да вот это пишите словами прежде чем реализовывать теперь давайте я вам даю подсказки а вы делаете уже сами сереж я не хочу вот именно делать как вот я говорю может вы сделаете итак первое что вам дальше домашние задания надо сейчас разобраться повторить это множественное наследование и убежала это ж надо взяла и убежала секунду смотрите дальше начаться домашнее задание абстрактный класс интерфейс показать множественное наследование и здесь мы вписываем миксины очень удобная вещь разберите что такое миксины и подсказываю сразу библиотеку по принципу чтобы понимать да но пишите не пишите так сложно для джанга библиотеку для всех ребят пока пока подсказываю по-моему так называется по ходу джанга бракс вот так наверное вот так наверное там есть и на новые версии это все включено уже с жанга 1.9 уже включено то есть здесь парень просто реализовал разные миксины для джанга они уже говорю ребят они все вот эта библиотека включена уже в джанга по моему с 1.9 или 1.10 но можно я по старинке хоть оно включено все равно привык к этим миксинам мне проще да это использовать миксины теперь сереж вам домашнее задание разберитесь что такое миксины еще раз давайте разберем логику и потом вы уже сможете все таки сдвинуться и так вот у нас есть еще раз курсы креата вив создание курса вот как раз узор системк вив это я добавлял миксин где то он есть наверно в другом месте ладно это не важно сейчас сейчас важно понять а ну вот проверку по группе да то есть я добавлял проверку по группе и куда перенаправить страницу если допустим человек не в этой группе итак еще раз смысл множественного наследования в реальности да вот у нас есть создание курса в аргументах мы видим несколько курсов уже да указаны курсы но мы видим они указаны как миксины ну решил поискать нашел свои уроки ладно чтоб вас еще больше направить миксин по сути дела это примесь что она делает простыми словами вы здесь видите давайте вот вместе с вами сообразим что делает миксин да вот у нас есть создание курса но при создании курса учитываются все вот эти условия это все классы давайте пойдем креата вив то есть это крит вив это стандартный класс жанга быстрого создания классов учитываем дальше права права на доступ учитываем и это то что я написал то есть если пользователь не подходит к этой группе то по переправлению на такую то страницу то есть по сути дела делайте сергей и ребята вывод что делает примесь что делает миксин абсолютно верно миксин получается меняет поведение класса меняет поведение класса давайте возьмем википедию примесь да класс или мод реализующий какое либо четкое выделенное поведение используется для уточнения поведения других классов не предназначен для порождения самостоятельно используемых объектов то есть грубо говоря конкретное поведение абсолютно верно смотрим вы потом все это должны реализовать вот этот я просто вам говорю да вот этот класс он реализует при создании курса а входит ли пользователь в эту группу где может создавать курсы если не входит то он тупо переправляет на страницу где указано вы не входите в группу дальше вот этот миксин я уже забыл вот этот это у нас класс это у нас не миксин это у нас основное действие здесь это не миксин да здесь просто идет именно прямое действие а вот мы добавляем миксин omner курса edit mixer то есть пользователь курс редактирования миксин да миксин редактирования пользователем курса грубо говоря но еще раз очень внимательно следите очень внимательно давайте мы даже нарисуем у нас есть класс да который создание да курса создание курса создание курса создание курса и вот так мы добавим миксины да вот а нет не так строку миксины да добавим и просто перечислим я хочу чтобы вы это начали именно использовать так очень много у меня открыто мы говорим сейчас именно о миксинах это 143 строка нас интересует овнер курсе edit mixing ищем его вот он овнер курса edit mixing давайте теперь перечислять итак смотрим сам по себе миксин включает еще два миксина да то есть вот что сделал человек сереж вот это я вам говорю делайте так он выстроил логику поэтапно ни в кучу не мешал то есть одно включает второе значит давайте рисовать давайте рисовать и вы так рисуйте для начала значит получается смотрите вот это создание курсов включает овнер курса edit mixing то есть мы с вами разобрали что миксин это какое-то четко выраженное поведение класса если ранее если на начальном этапе было как задумано было задумано что 143 да тут 59 143 было задумано что действием только создание курса то есть стандартными средствами джанга да то мы хотим поменять поведение может я за слишком много объясняю но ничего не будет мы хотим поменять поведение и начинаем добавлять поведение класса при создании то есть user setting миксин указывает тут надо было бы написать миксин но я уже не стал править потому что ну надо было написать миксин добавляет что у нас добавляет проверку группы и перенаправление то есть если пользователь не входит в эту группу то он перенаправляется на страницу но мы сейчас говорим чтоб понять овнер курсе edit mixing то есть какие действия он вносит и здесь мы начинаем смотреть сам по себе 59 да по моему овнер курсе edit mixing сам по себе включает еще два миксина овнер курсе миксин и овнер edit mixing теперь смотрим что включает в себя поля овнер курсе edit mixing то есть это уже по джанго ребят кто новички даже не пытается сообразить уловите суть просто множество наследования поля да это чисто джанго то есть выбрать субъект title значится ну чтоб вы понимали чтоб вы понимали для любой тут можно открыть то есть вот если мы берем чтоб понимали откуда ноги растут то есть если мы берем модель то мы видим вот овнер title и описание так так пошли дальше чтоб не запутать ни вас ни себя при этом при редактировании курса здесь указано джанго какие поля редактировать куда перенаправить и шаблон формы да но в свою очередь он уже не включает овнер курсы проходит овнер курсы миксин и овнер эдит миксин обратите внимание омнир курсы миксин омнирку курсы миксин здесь у нас добавляется что модель здесь у нас добавляется модель но мы смотрим что здесь еще у нас добавлено здесь у нас еще добавлено омнир курсы едет омнир эдит миксин значит выбор когда а когда мы смотрим овнер эдит миксин то есть мы видим метод просто валидации форум и заметь сереж опять то что я вам показывал джанга да вот здесь не а здесь одна от объекта но кроме этого кроме этого овнер курсы миксин курс до обращение к курсу как я говорил идет у нас еще овнер миксин то есть это обычная керусет джанга где идет фильтрация и выборка по пользователю то есть идет обращение поле овнер приравнивается к полю запросить пользователя обычный керусет то есть где вы ранее изучали до применение обычного метода супер да все это изучали теперь верху самым мы видим мы видим ну не буду уже ударяться в это это уже джанга это уже сейчас не важно то есть по сути дела давайте перечислять получается у нас указаны миксин 1 там у нас указаны поля до поля другой миксин сейчас я сотру другой миксин где мы увидели выборка по пользователю выборка по пользователю дальше ну надо смотреть код то есть по сути дела вот это все вбирает вот этот один миксинг то есть получается мы как бы поэтапно начинаем добавлять я хочу чтоб вы вот эту идею уловили когда вы свой код разберете по псевдокод то есть разберете что должно происходить то у вас получается два выбора с одной стороны вы можете реализовать вот эти классы тот же ресторан да тот же класс ресторан виде определенных методов с другой стороны у вас есть второй более подход более крутой и более меньше кода затратный это реализовать ваши вещи как миксины то есть по сути дела каждое действие вы прописываете как класс а потом если это действие нужно в этом классе то тупо 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 добавляете его как миксин уже да как для как аргумент да поняли да я на этом этапе хотел бы чтобы вы еще вспомнили декоратор я уже не буду говорить что это такое вы должны знать но тем не менее применение декораторов до вот это ваше домашнее задание теперь вам надо подумать все таки как вы будете реализовывать когда напишите псевдокод как вы будете реализовывать либо при помощи множества наследования и миксинов либо вам проще будет это неважно серёж то что выберете что будет классно либо просто как методы грубо говоря как функции да ну методами будете реализовывать в этих вот классах я бы хотел вот если честно вот у меня на душе сейчас такое что я бы хотел чтобы вы реализовали попробовали по крайней мере начально два варианта и при помощи миксинов и множество наследования классов и просто вот взять эти классы прописать но вы увидите что при помощи миксинов это легче почему потому что мы однажды прописали допустим вот смотрите что у нас ресторан обслуживает там автобаза номер 10 выборка да и потом можно куда бы вы чтобы вы не писали функционал ресторана везде можно этот миксинг вставлять или или например вот смотрите у вас есть сама программа по сути дела с одной стороны пользование самой программой человек же должен не может каждый авторизоваться так проще написать миксинг чтобы пользователь ввел данные свои да и где надо в эти классы вставить их сразу как миксинг и уже будет учитываться то что при входе в определенную часть программы надо ввести там логин и пароль следующий момент сотрудники да допустим ведь это тоже можно может быть выборка по сотрудникам как миксинг по сути дела вы можете написать миксины общей выборки сотрудников выборки кухонных рабочих выборки официантов да допустим там выборки то и тех кто стоит за стойкой то есть это могут быть тоже реализованы либо как методы либо как миксины то есть дополнение и допустим если вы организуете давайте вот проще работу ресторана то конечно здесь вам было поспорим хороший именно миксины почему потому что например проверка режима работы это надо написать один миксинг то ресторан работает допустим там с 8 утра там до 00 часов это пусть проверяется список сотрудников тоже может быть миксинг опять же само меню да само меню ведь само меню у вас тоже может быть реализовано как метод ну можно как методы но как ми как как миксинг удобней например когда вы описываете зал ресторана да будете описывать то по сути дела вот вы написали как мы с вами делали вот у вас зал ресторана зала ресторана а дальше вы чтобы не писать десять раз один и тот же код дальше вставили микси микси миксины сотрудники дальше меню это все могут быть миксины понимаете просто когда вы разберете свою схему по частям как я говорил напишите псевдо код то вы увидите и пусть они будут кривые сначала это не важно важно уловить суть ну начать надо начать надо вот еще раз повторить все эти вещи уяснить чтобы четко понимать я надеюсь что я вам сейчас направил хорошо то есть потому что я понимаю что пока вы вот здесь вот написали да и пока стоп а как реализовывать вот я вам пути реализации показал да довольно просто то есть с миксинами вы уже я думаю начнете двигаться пробуйте и методами и методами все будет правильно серёж принимается все криво криво косо уважаемые программисты я хочу вам сказать одну один очень страшный секрет только вы не обижайтесь да какой бы вы код не писали как бы вам хорошим не казаться будет проходить год и вы будете говорить ляха муха неужели это я писал и так будет всегда вы никогда не будете довольны своим кодом только лишь на данный момент написания будет проходить время вы будете развиваться но помните ваш код какой бы он не был кривой или косой это начало положено потом будет улучшаться все серёж уже довольно много времени мы поговорили значит мы должны были ответить на следующие вопросы давайте подумаем сформулируем еще раз наши вопросы итак первый вопрос который вы задавали был следующий стоит ли в абстрактном классе реализовывать методы ответ вы получили вот он показал блог плюс дал домашнее задание посмотреть уже готовые библиотеки по сути дела ну логично что стоит бо хоть требования нету бо смысл тогда в этом самом классе просто надо понять что там реализовать чтобы оно было общее для всех да то есть вот это вам надо продумать дальше я понял что когда я понял что у вас проблема в том как то сдвинулся с места вот это я ночью мне пришла идея да потому что ребят ну по другому нету смысла можно конечно сказать вот делай так 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 но я хочу чтобы это был курс практически чтобы он был как вот рождение с гусеницы бабочки да чтобы он был по порядку чтобы он был с такими вот программными программистскими муками чтобы он был с постоянным анализом а что сделать а как то есть вполне реальная ситуация дальше что я вижу вспоминайте вот мы смотрели блог тот мы смотрели с вами джанга и мы смотрели пандас да смотрите три вещи и три по-разному реализованы ребят теперь задаю вопрос а как правильно а повсюду правильно то есть я говорю о том что код можно писать методами сотни методов можно все три метода собрать джанга вы помните сереж я обращал внимание когда на класс где не было аргументов да то есть когда приходилось тупо вот как они чувство пересмотрите видео для создания баз данных они тупо сами создавали объект который надо им помните про этот момент тоже всегда да но теперь вы можете по сути дела чтобы вам сдвинуться с места дальше вот что я вам говорю рассмотрите такой вариант смотрите помните в пандас пандас был создайте себе в программе сейчас папку коры да то есть ядро вот туда вы будете помещать файлы которые в принципе относятся к основам вашего проекта и в это ядро попробуйте сначала вот с этого метода попробуйте взять разложить ресторан и вот у вас есть базовая модель да а сам ресторан саму азс и саму оптовую базу по отдельности попробуйте описать как общее как объект что он себя включает это у вас будет объект смотрите в самом этом объекте вот как в пандасе смотрели у вас по сути дела может ничего не реализовываться но там должны быть забиты такие вещи что должно происходить там какой-то метод он может быть только ссылаться пока сельф вот здесь вспомните вот эту вещь и диму нага направлял и вас до этого что вот этот здесь забит в киви очень хороший метод я же вам это говорил отбросить сейчас что что связано с киви а просто вспомните сам 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 смысл этого метода да вот помните мы говорили то есть вот смотрите дробл виджет да тут идет наследование ну вот создается init да метод init и мы создаем select да то есть ставим ноны то есть но по сути дела место мы выделили да ссылку сделали и обратите внимание сразу здесь указали на родителя с этим же вы как раз и разбирались и вы очень хорошо описали а дальше дальше мы можем описать это и по сути дела вот это вот это вот шаги тоже я хочу чтобы взяли то есть по сути дела это очень хорошо для разработки вы можете когда будете тренироваться вот этих методов для начала хоть десяток создать ну возможно пригодится возможно пригодится и вы создали надо реализуйте потом что не надо вычеркните но по сути дела смотрите что происходит вот мне ж надо вас как-то спихнуть с этого места и у меня это точно получится я не сомневаюсь то есть попробуйте еще вот такой вариант вот когда вы будете своем создавать создавать свой описание объекта основной вот с этого пусть это будет объект пусть он даже ничего не реализует да либо там наследуется абстрактного класса который будет просто наследоваться вот эти вот поля но потом вы можете себе заложить в основу по сути дела то что когда псевдокод подумайте что будет делать каждая вещь создайте вы десяток этих методов поставьте вы только перенаправление то есть на выборку родителя да и пусть эти методы нечто пусть эти методы будут реализовать вы можете их в абсолютно другом классе то есть поняли идею вам надо сейчас двинуться потому что не ждите что вы сразу напишите код он будет хороший нет хороший он не будет но этот код сереж для вас самое главное чтоб код был работающий чтоб он работал вспоминайте слова линуса товальда что к вечеру программист имеет либо работающий код либо не работающий вот ваше дело иметь код чтоб он по крайней мере работал потом будем думать над тем чтобы сделать его лучше поняли да сдвинулись создали 10 методов потом добавляем подключайте миксины ведь как вы определите вам нравится не нравится будете вы с этим работать в данном случае допустим вот у нас здесь слой подсоединен да но мы с вами рассматривали миксины но когда вы начнете делать вот этот код вы поймете что ага некоторые вещи как я говорил присущие каким-то очень схожим вещам например меню например режим работы ведь это можно реализовать как миксинг и тупо это добавить чтобы это просто работало в нужном классе я вас думаю натолкнул на идею сейчас я от вас жду по шагам первое вот это объяснение чтоб я понял что вы в этом соображаете да вспомнить вам это надо вспомнить все вы это умеете и теперь чтобы сдвинуться с места давайте еще раз перечисляем чтобы сдвинуться с места я вас прошу посмотреть вот этот код киви да и вот этот метод где мы выделяем просто пространство создаем ссылку но ничего не делаем да и указываем родителя обратите внимание это архиважный момент то есть у нас конструктор создает методы а их может быть сколько хочешь поэтому вот и начните с этого да начните расписали вбили сюда расписали первое расписали псевдокод расписали то есть по сути дела вы понимаете что происходит там в вашем ресторане первое второе третье десятое постарайтесь на первом этапе на первом этапе сделать одно действие то есть глагол когда один метод и вбейте эти методы в класс пусть он этот класс у вас даже наследует от вашего абстрактного класса то есть то что будет создаваться да ну там посмотрите да создали и вот у вас вбиты методы потом вы уже начинаете их реализовывать как действие но по сути дела у вас происходит очень классная вещь то что методы уже ссылаются туда куда надо неважно где они реализованы да они будут в любом случае ссылаться куда надо да то есть на родителя ну а дальше дальше вы поймете что вам надо реализовать подгоняйте подход миксинов да то есть множество наследования в общем пока я хочу чтобы вы это просто начали делать а там по ходу дальше мы увидим что и как делать правильно все сереж пока хватит для новичков ребята вам надо очень много пройти потому что сереж до этого практически два года очень много прошел сейчас просто мы пытаемся все это дело у него в практику вытворить а вы то кто начал с этого видео начинаете с сайта spb-tut.ru и дальше получаете инструкции по почте логин пароль начинаете заниматься всему свое время и вы к этому придете спасибо все получится спасибо спасибо